Душица, зверобой, таволга и другие травы, которые растут в нашем крае, могут не только радовать глаз, но и зимой напоминать о лете. Ведь их можно сушить и заваривать из них вкусный, целебный и полезный чай. Сбором трав Виктор Исаев увлекается с раннего детства. Мужчина рассказывает, его родители передали ему традицию сбора лечебных растений, технику заготовки и использования. Сегодня Виктор – медицинский психолог, занимается вопросами психосоматики, использует натуральные средства оздоровления, в том числе фитотерапию. Кроме того, он собирает травы, чтобы заваривать из них чай. Например, одно из его любимых растений – таволговизолисная. Применяется не только в фармакологии, но и является украшением любого чайного сбора. Ее цветы и листья содержат в себе много веществ, которые препятствуют развитию инфекционных заболеваний. Она обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, восстанавливает кожу, слизистую и сосуды. Найти таволгу можно там, где есть влага. В чай можно добавлять цветы, можно собирать ее листья. Листья можно и цветы просто сушить, можно их заферментировать, тоже получается очень вкусно. Также их можно завялить, скрутить, так, чтобы лист потемнел, выступил сок. Дать созреть несколько часов, а потом высушить. Еще одно растение, которое каждый может найти в поле или на лугу – зверобой. Сейчас эта трава уже цветает, но при желании ее еще можно успеть собрать, чтобы добавлять в чайные травяные сборы. Удивительное свойство у него такое – он усиливает действие других трав и сам обладает хорошим противовоспалительным, общеукрепляющим действием. Растение обладает достаточно сильной гормональной активностью и людям, у которых гормональный фон неустойчивый в силу возрастных изменений или же статуса здоровья, применять зверобой следует с осторожностью. Если зверобой уже цветает, то собирать душицу сейчас самый сезон. Эта красивая ароматная трава знакома многим. Она и вкусная, и полезная, обладает успокаивающим действием, благотворно для органов пищеварения. Однако душицу не рекомендуют употреблять беременным. А вот растение, которое практически не имеет противопоказаний – репешок. Оно подходит и взрослым, и детям, и мужчинам, и женщинам. Репешок оздоравливает весь организм. Можно добавлять в сбор или заваривать самостоятельно. Он готов к сбору еще в июне. Важно отметить, что принцип сбора растений такой – собирать необходимую ту часть растения, где сейчас находится фокус жизненной силы. Например, у репешка он сейчас в цветах. Но так как растение заинтересовано в том, чтобы оставить потомство, фокус перемещается в плоды. Растет везде, в лугах. И можно собирать и листья, и цветы, и плоды. Растения для чайного сбора можно найти не только в дикой природе, но и на дачном участке. Вкусный чай получается из молодых побегов фруктовых деревьев. Сам по себе лист, будь ли он высушен, заварен, он не такой вкусный. Но есть волшебный процесс ферментации, который позволяет раскрыть аромат и получить максимальную пользу из всех веществ, которые спрятаны в клетке, в живой клетке этого растения. Для этого клетку нужно, увы, разрушить. Это делается механически, ее можно скрутить, смять. Тогда выступит сок и начнется процесс ферментации. Есть и более легкий способ подготовки. Нужно заморозить лист или траву в холодильнике. Кристаллы льда разорвут клеточную оболочку, и содержимое листа станет доступно для ферментов микроорганизмов, живущих на поверхности листа. После того, как лист затвердеет, его необходимо достать из морозильника и при комнатной температуре дать сырью согреться. Далее нужно подождать несколько часов, пока лист не заблагоухает. Другой вариант – это сушка. При невысокой температуре, 50-60 градусов, можно в духовке, можно над печкой, лист фиксируется. И до состояния хрупкости, когда лист ломается, ломается, но не крошится в пыль. Вот до этого состояния нужно засушить. Важно собирать только те растения, которые вы знаете, потому что среди незнакомых могут оказаться ядовитые. Точно выясняйте и определяйте, что вы собираете и принимаете в пищу. Полина Челюкова, Валерий Майоров. События.